конечно же деньги не могут решить на сто процентов все проблемы человека однако они могут решить 95 проблем 95 процентов проблем любого несчастного человека автор этих слов один из самых знаменитых работников улицы the world street на которой мы именно и находимся улица the world street одна из самых главных финансовых центров и самый главный финансовый центр мира можно сказать потому что именно здесь вращается самое огромное количество денег но прежде чем рассказать об этой улице я бы хотел бы я подумал и думал а что же именно вам рассказать может рассказать о трамп-билдинг который построен именно здесь в 1929 году по адресу дом номер 40 the world street или может быть о об американской резервной системе сша очень интересная система потому что расскажем если трамп-билдинг а это здание строилась 1929 году как самое высокое здание в мире потому что оно должно было быть 70 этажей однако параллельно строилась другое здание а именно the chrysler building она перехитрила первое здание почему потому что архитектор chrysler building а пристроил специальный шпиль и в результате трамп-билдинг был 70 этажей а chrysler building 77 этажей но ровно через 11 месяцев было построено другое здание на тот период времени самое высокое здание в мире до 1970 года а именно the empire state building высотой 103 этажа а затем это резервная система сша функция в принципе центрального банка любой страны однако главное отличие в том что это резервная система сша не подчиняется президенту сша хотя ежегодный оборот здесь составляет 1 и 6 триллионов долларов сша а в подвале на минус пятом этаже находится почти все золото сша и многих стран мира а именно почти 5000 тонн чистого золота я подумал что это вам будет не очень интересно и решил именно это видео связи своим днем рождения а подготовить для вас в другом формате топ самых 7 интересных фактов об уолл-стрит а в конце я с вами поделюсь секретом то как можно стать одним из самых богатейших людей мира поэтому досмотрите этот видеоролик до конца а мы начинаем топ самых интересных 7 фактов о уолл-стрит раньше для того чтобы избавляться от ненужных работников их отправляли специальные острова отдаленные однако сейчас времена поменялись для того чтобы от них избавиться нам необходимо покупать специальные острова ехать за самим один из самых знаменитых работников уолл-стрита и так почему эта улица уолл-стрит которая буквально контролирует весь финансовый поток в мире является самым центром с точки зрения финансов почему она называется именно уолл если с точки зрения этимологии проверим это слово а именно в оксфордском словаре и в камбриджском словаре то перевод эта стена почему так потому что именно здесь в семнадцатом веке когда здесь был город новый амстердам голландцы основали специальную границу северную границу она находилась именно здесь в виде большой стены 12 футов высоты почти 4 метра и было она сделана из древесины и из земли главная цель этой стены защититься от новых от колонистов из новой англии а также от индейцев и британских войск однако стена была разрушена в 1699 году со стороны британцев а сейчас мы можем посмотреть только те моменты фрагменты которые от нее сохранились вот здесь можно это понаблюдать и это был самый первый факт факт номер два здесь в конце 18 века на уолл стрит было знаменитое дерево платановое дерево но если нашим языком говоря чинара именно под ней это дерево располагалось примерно здесь стояли самые знаменитые брокеры продавцы ценной бумаги ценных бумаг а также продавцы ценной информации стояли здесь и торговали ими не просто продавцы но еще и спекулянты и тогда в 1792 году самые знаменитые 24 нью-йоркских брокера решили объединиться именно здесь под этим платановым деревом которого сейчас к сожалению нет и заключили соглашение которое в историю вошло как платановое соглашение что и являлось самым главным шагом к тому что была основана знаменитая нью-йоркская биржа которую мы с вами и видим пожалуйста нью-йоркская фондовая биржа была основана в 1817 году и самые первые акции которые котировали здесь были акции компании которая называлась нью-йорк банк а затем в 1889 году здесь начинается издаваться один из самых крупных деловых журналов мира ежедневный журнал который существует до сегодняшний день и называется он the wall street journal каждый день выходит более двух миллионов экземпляров а в интернете более 500 тысяч платных подписок и сегодня эта биржа нью-йоркская является олицетворением могущества финансовой системы соединенных штатов америки вот такая вот история в 1929 году здесь на нью-йоркской фондовой бирже были установлены специальные решетки обратите внимание на них до этого этих решеток не было чем это связано дело в том что начиная с 1929 по 1930 1929 год в америке была великая депрессия а именно мировой экономический кризис куда были вовлечены помимо соединенных штатов америки великобритания канада германия и конечно же франция тогда из этого коллапса люди брокеры посмотрев насколько обрушился весь рынок начали массовое самоубийство а именно 11 человек тогда выпрыгнуло через эти окна после чего было принято решение установить специальные решетки тогда в 1929 году здесь в нью-йорке побывал в гостях будущий премьер-министр великобритании уинстон черчилль он находился примерно вон там и пил свое утреннее кофе и подумал так сижу я он пишет свои книги и вдруг справа от меня пролетел человек слева от меня пролетел человек и вот так вот было несколько десятков прочитав эту книгу весь мир удивился неужели в период великой депрессии столько человек погибло путем самоубийства что сбрасывались через эти окна они просто не знали о том что у инстона черчилль было потрясающее чувство юмора и конечно же он это придумал от себя но если посмотреть на историю в 1929 году здесь покончила жизнь самоубийством в связи с великой депрессии ровно 11 брокеров вот такая вот история какие самые известные фильмы снимались здесь на волстрите в нью-йорке на манхэттене в соединенных шахтах америки конечно же фильм волстрит с участием тома круза а также в дальнейшем могли увидеть этот фильм с участием майкла дугласа а затем волк из wall street с участием леонардо дикаприо фильм был номинирован на оскар после этого мы можем вспомнить другой знаменитый фильм который называется крепкий орешек где брюс уиллис отсюда из американской валютной резервной системы сша пытается и кстати благополучно это сделал нарушить планы террористов которые пытаются похитить все американское мировое золото мы уже с вами знаем более пяти тысяч тонн и конечно же фильм с участием николаса кейджа как он называется сокровище нации какие фильмы вам известны которые снимались именно здесь на волстрит я жду название этих фильмов в комментариях и это был пятый факт номер шесть это улица за волстрит она сама по себе не такая длинная всего лишь 1100 метров в длину и находится на между тринти черч то есть это церковь святой троицы когда-то это здание было самым высоким в нью-йорке хотя высотой всего лишь 86 метров и между южной улицей несмотря на то что расстояние не такое большое 1100 метров однако с каждый год здесь крутится такая сумма в размере 30 миллиардов долларов сша более 5000 самых топовых компаний мира свои акции держат именно здесь на уолл стрите и это был факт номер шесть факт номер 7 начиная с 1975 года нью-йоркская биржа обретает другой статус а именно статус некоммерческой корпорации то есть никакого отношения государству она не имеет здесь имеются свои члены а именно 1366 человек и между ними распределены все доли и эта цифра не меняется с 1953 года с момента смерти иосифа виссарионовича сталина ну каждое место оно в принципе может продаваться и имеет свою цену примерно до трех миллионов долларов сша давайте вместе с вами попробуем купить вот это вот членство и стать членами вот этой всемирной корпорации которая называется нью-йоркская фондовая биржа сейчас мы посчитаем сколько у нас есть денег чтобы это сделать прямо сейчас и так а раз два три 4 5 ну и отлично всего лишь осталось 2 миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот долларов и мы станем с вами членами вот этой всемирной нью-йоркской бирже я пошел зарабатывать эти деньги надеюсь что вам понравился этот факт потому что чуть чуть позже я вам покажу то как можно стать самым богатым человеком в мире пройдя небольшой культ удачи до встречи дорогие друзья мы заканчиваем наш видеоролик о волк 3 тем и в начале ролика я вам обещал о том что я вам покажу и расскажу то как можно стать одним из самых богатых людей мира что нужно для этого сделать конечно для начала стать гражданином республики узбекистан почему обратите внимание наш флаг узбекский флаг но я его здесь не ставил так что это научно очевидный медицинский факт второе прибыть сюда на манхэттен в нью-йорк и увидеть статую атакующего быка и и самое главное 3 идемте вам покажу напоминаю что этот бык был построен в 1989 году а знаменитым архитектором артура дима дико на сумму 360 тысяч долларов сша и так специальная традиция для того чтобы стать богатым человеком вот пожалуйста что делают люди они приходят сюда трогать значит и гладят некоторые даже целуют за самые мягкие интимные места быка вот пожалуйста вот вот вон он целует товарища только что поцеловал вот и есть такая традиция что якобы человек станет богатым но посмотрим насколько мы проверим это на себе просто никак не могу понять правую часть нужно трогать или левую а может обе одновременно чтобы лицать дважды быка мы посмотрим сейчас я его на всякий случай потрогаю а потом и через пару месяцев посмотрю если я разбогател значит срочно всем принимаем узбекское гражданство едем в нью-йорк и трогаем за вот эти мягкие места быка итак потрогаем для начала раз-два целовать я не собираюсь даже если стану мультимиллионером ну вот вроде бы вот эта традиция я ее совершил я надеюсь что она поможет через пару месяцев не подводим и только я разбогатею и так вот такая приятная или не очень приятная традиция у меня здесь есть один друг американец его зовут питер и он работает здесь на улд-стрите здесь на нью-йоркской бирже и как-то ему задали вопрос его друзья питер почему тебя нету нигде в социальных сетях в интернете не фейсбуке не в твиттере не в инстаграм а для чего спрашивает питеру они говорят ну твои же одноклассники должны хоть как-то тебя найти в интернете на что питер ответил очень неоднозначно он сказал если мои одноклассники хотят меня найти пусть наберут мое имя в гугле а не в фейсбуке в твиттере или в инстаграм что я хочу сказать люди которые работают здесь на улд-стрите это далеко не дураки это люди закончившие топовые самые лучшие университеты мира начиная от гарварда и заканчивая оксфордом и кембриджем и конечно же это люди которые обладают нестандартным мышлением очень опытные и именно поэтому они работают здесь на улд-стрите я надеюсь что вам понравился этот видеоролик и вы обязательно поставите свои лайки и поздравите меня с моим днем рождения который у меня сегодня и состоялся а это мой подарок вам я надеюсь он вам понравился создание этого подарка участвовали мои друзья а именно сухроп назриев и также тимур промкулов которые создали этот видеоролик на профессиональном уровне за что им объявляется глубокая благодарность и так если вам понравился видеоролик то пожалуйста поставьте палец вверх свой добротный щедрый лайк и увидимся на моих следующих видео я надеюсь вы ответите на вопрос о том какие фильмы снимались здесь на улд-стрите а также в виде комментариев вы оставите поздравления на мой день рождения так что удачи и до встречи о о о о о о о о Субтитры создавал DimaTorzok